здравствуйте дорогие друзья сегодня как говорится у нас обзоров не будет потому что по вашим многочисленным просьбам мы сегодня свяжем приманку которая сейчас очень актуально в период цветения и заросших водоемов по хищнику в данный момент было ряд вопросов которые звучали что как бы то я там вроде бы как чуть ли не специально не показываю определенные моменты поэтому сегодня несмотря на жару которая на улице у нас 35 градусов я днем а днем я редко пытаюсь вязать потому что просто невозможно по такой жаре работать хоть и свой дом поэтому мы сделаем фильм чтобы вы побыстрее его увидели здесь я более более подробно насколько это возможно пошагово расскажу хотя эта приманка всем достаточно известна и вязать ее практически сложности не составляет что нам понадобится самое основное это нужен офсетный крючок если как такового вот форма его может быть разная вот чтоб так меньше блестела вам вот такая или вот как я здесь поставил есть фирменные вот такие крючки овнерга макасу все они выпускают офсетные крючки я взял обыкновенный который для твистеров честно скажу на этому крючку наверное уже лет 15 я так периодически ими пользуюсь но большой мы не допустим там потребности для моих конкретных прибор рыбалок нет есть вот и поменьше я покупал так как говорит как я говорю на развес разные есть вот другие нужен обыкновенный офсетный крючок если у вас есть с удлиненным цевьем как вы видите можно спокойненько здесь это все изготовить сложность вся в изготовлении этой приманки заключается в том что необходимо соблюдать осторожность и выверенно применять количество материалов для того чтобы не было нагромождений им наш стример имел уже в конечном итоге завершенный вариант не комок меха так чтобы нормально хорошая была рабочая приманочка я не стесняюсь повторю вам использовать вот такой клей гель если у вас нет пользуйтесь другим клеем или же вот лаком как у меня хендесовский вот тоже годится но немножко дольше надо будет ждать но клей необходим потому что ускорит процесс работы это раз и второе это то что наша щука уже не так сможет быстро привести в негодность наш стример нам понадобится с вами такой материал как искусственный мех ну вот у меня здесь разные вот такие вот кусочки и розовый и золотистый белый и черный и имеется еще вот и коричневый но много разных таких у меня оттенков имеется это все у у романа мозера идет под одной маркой артфер длина ворсы нам нужна очень большая поэтому вот исходя из этого честно скажу ну где я вот у меня имеется мех песца но самое большое 15 сантиметров а здесь до 20 как вы видите вот объемную хорошую приманочку у нас получится изготовить из вот такого искусственного меха еще нам понадобится плоский люрекс он может быть любой но у меня он вот такой голографический мне нравится очень этот перламутр почему плоский потому что во все стримера где используется мех если он идет внутри так даже и снаружи иногда он сам по себе начинает закручиваться вместе с мехом и ну скажу откровенно приманка наша приходит уже в негодность уже не так работает не так симпатично и не так как она должна быть есть специальная я не стал его сейчас применять при изготовлении этого стримера есть в два раза шире в четыре раза шире вот такой голографический люрекс но он несколько плотнее вы увидели в моих каких-то определенных фильмах я показывал я вязал веснянок делал чехлики жуковы разные это вот его тоже можно использовать этот стример вяжется наоборот у разных мастеров разная техника разный подход но в данный момент этот стример мы будем вязать наоборот то есть как наоборот весь материал мы будем крепить вот к колечку они к жалу и только лишь потом когда уже последний слой внутренний будет у нас готов мы перевернем и изготовим уже окончательно стример для чего это нужно мы дадим объем и дадим пышность нашей приманки при минимальном весе значит давайте так вот стример все мы себе представили что должно быть белая брюшка черная спинка горлышко красненькая я для того чтобы немножечко это было более симпатично взял мех писца и буду использовать мех писца для изготовления горлышко можно потом это все сделать и пером но я вам покажу более такой сложный путь легкий вы уже найдете сами для начала немножко как всегда я наношу клей чтобы моя нитка не скользила потому что не синтетическая очень тонко это распущенная 0015 ее толщина практически камере сложно передать но она достаточно крепкая это французская нить которая использовал используется для пошива спортивных костюмов изначально уже ну тоже какой-то полиэстер как материал бегло вот так накидали витки чтобы они только-только подхватились на нашем и сделали небольшую площадочку допустим как она ровная неровная или там пропустили витки это уже незначительно это не имеет значения теперь мы должны с вами взять достаточной длины пучок меха как понять количество и вот длина вот теперь смотрите если мы вот так вот приложили вроде бы до загиба хватает но мы вы не забывайте что мы его будем крепить наоборот поэтому исходя из этого нужно немножечко больше ну то есть по возможности старайтесь выбрать так чтобы этот материал в общем количестве по длине наших ворсинок доходил до загиба теперь смотрите что у меня получается вот такой пучок мне его нужно будет вот ровненько подровнять подравнивая просто хорошими отточенными ножницами и делаю ровную вот такую площадочку без всяких уступов для удобства крепления я пока не наношу клей но убираю весь подшерсток вот таким выщипыванием ну правой и левой это как вам удобно будет дело в том что я как заметил за собой что я последнее время одинаково стал работать что левой что правой наверно муховязание сказалось теперь смотрите мы прикладываем наш мех так как это у нас самый будем говорить так последняя горлышко будет обозначать мы его можем по всей длине закрепить до самого колечка вот мы взяли накинули раз подвесом катушки накинули 2 накинули 3 и пока не трогаем теперь подтянули мех и посмотрели достаточно ли у нас место остается если вот мой мех вот так потом перевернуть назад обязательно пару миллиметров нужно оставлять запомнили это место теперь мы можем спокойно взять и ноготочком рассредоточить вот весь наш мех по вот этому колечку еще раз перепроверяемся чтоб было место осталось она очень хорошо вот как вы видите у меня вот она ершиком я его ноготком рассредоточил и мне вполне достаточно лишнее выдернем и теперь самое главное чтобы у нас вот не было разных бугров дело в том что внутри это не так страшно она не не будет мешать креплению другого материала теперь я немножко мех потянул к жалу чтобы больше освободить колечко и сейчас выбрать за поймете почему я наношу вот так теперь хорошо клей и теперь я подтягиваю колечку свой мех ровно на то место которое я ему обозначил вроде бы заморочка но мне так я привык вязать вы вяжите как вы считаете нужным и только после этого я уже аккуратненько вот так стараюсь делать уже более менее плотную хорошую ровную площадку вот у меня осталось место у колечка и у меня осталось вот такая маленькая площадка на которой мы будем крепить теперь весь материал теперь смотрите вроде бы брюшка и спинка у нас должны быть белыми но на спинку мы не можем бросить много материала поэтому мы сейчас с вами возьмем из вот такого искусственного меха выберем один пучок и выберем второй пучок но два пучка по величине будут немножечко разными нам нужно чтобы наш верх был более пушистым чем низ поэтому даже можно вот давайте мы переиграем мы сделаем низ вот таким золотистым искусственным мехом поэтому давайте мы возьмем щепоточку вот смотрите чтобы вы видели по величине ну приблизительно вот так если сжать его то выйдет у нас где-то ну может быть по толщине понятное дело что вот это берем отступаем буквально пять сантиметров и вот этот вот весь искусственный подшерсток мы должны с вами выдернуть и убрать я не выбрасываю я это все потом применяю в даббинге и и теперь еще вот если мы будем подравнивать наш материал вы видите ну достаточно объемная хорошая но для меня вот это буквально два сантиметра но они немножко лишние чтобы это все не выбрасывать и опять все это складываю если вам необходимо подровнять то есть так как мы работаем с оленьем мехом точно так же мы можем подравнивать используя и вот этот искусственный мех подкрутили посмотрели брали то что тут нам мешает лишнее и прикинули вот на брюшко в принципе то мне хватит этой длины также как с красным мехом я аккуратненько это подрезаю без всяких ступенек потому что головку он мы здесь не будем делать так как в других стримерах поэтому нам необходимо чтобы была вот такая вот ровненькая ступенька и я беру материал и укладывая его снизу подхватываю ниткой отпускаю катушку опять отпускаю катушку после этого я могу уже спокойненько здесь посмотреть как у меня лег мой пучок достаточно хорошо меня вполне устраивает и опять же стараемся не доходить до нашего красного меха это удаляем но удаляем так как у нас можно удалять можно не удалять этого уже сами для себя выберите мне например вот можно и оставлять чтобы была потом пышность для головы но я стараюсь это все удалять берем теперь опять наш клей и опять промажем ну а лучше конечно взять и промазать нашу нитку клеем поэтому у нас после этого получается что мы вроде бы закрепим наш материал так как он должен аккуратно так чтобы не попал мех все это крепим так и теперь мы можем спокойно взять уже несколько больше пучок можно и такой же по величине белый но длину мы уже не убираем так как мы начинаем формировать спинку примерили и также как с тем мехом все очень просто все будут упираться только лишь вот в этот материал который я применяю многие спросят почему именно не только потому что длина позволяет а потому что это дешево раз и второе то что щука сами знаете 360 зубов наша приманочка очень быстро придет в негодность а так искусственный мех он более крепок по сравнению с тем другим нашим натуральным мехом или же пером которое очень быстро приходит в негодность промажем немножко потому что здесь нам не нужно рассредо тачивать и так же как я укладывал снизу также укладываем вот сверху следим за тем чтобы наш материал ну не был как бы в одной плоскости а ебал наш крючок вот перекинули и закрепили как вы видите вот здесь уже образуется хорошая толщина и я не могу сейчас вам показать как вот перекинуть чтобы было это все видно потому что ворсинки приклеится но в дальнейшем мы это все увидим когда она будет стадии завершения теперь для того чтобы еще наша приманка была более привлекательной я беру три можно 4 это уже не возбраняется вот сколько вы считаете блестящих волокон вот столько и взять здесь нам не надо уже с перегибом мы это будем крепить так как вот она идет закрепили с одной стороны параллельно я не отрезаю а только лишь вот потом ниткой формирую положение и подра выравниваем теперь длину вот и пусть еще у меня будет один по центру все равно будут потом проявляться при проводочке все для щуки блестящий материал это лишняя заманушка сделали теперь у нас я вот здесь немножечко ошибся нужно было не белый ставить оставить черный поэтому как вот исправить ситуацию это я ну не специально а для того что многие пишут и задают вопросы что у нас но нет вот черного коричневого и разного другого артфюра как быть вот мы берем теперь как я и говорил вам что должно быть возьмем теперь вот такой коричневый можно даже не брать если у вас его нет а есть белый это даже абсолютно будет одинаково потому что я потом покажу как все это сделать хорошая расцветки взяли вот такой примерно пучочек точно так же все крепим убираем наш подшерсток ненужный укладываем теперь вот смотрите как я буду укладывать я беру укладываю вот такой пучочек один с одной стороны но не так чтобы это было в боковой линии а вот немножечко выше боковой линии нет мне теперь начинает немножко люрекс мешать но никуда мы не денемся так от этого вот подкинем немножко и и его вот в таком положении немножко выше вот линии подхватим ничего пока не делаем вообще и берем равный такой же кусочек и укладываем с другой стороны можно конечно без заморочек сделать быстренько взять одного цвета а потом это все культурно перекрасить но это когда есть все что необходимо а если нет как вот из вас большинство мне пишет вот вы видите также такой же равный по величине берем пучок и также его укладываем подравниваем подравниваем убираем отрезаем так и как вот с этой стороны также вот я и с этой стороны чуть выше боковой линии я его укладываю вот у меня два пучочка аккуратненько уже уложены чисто симметрично вот вы можете в этом убедиться хоть так вот так вот у нас непонятный такой как я говорю кракозябр всем когда вяжут что-то непонятку здесь уже давайте не будем жадничать хорошо промажем и мех чтобы он весь хорошо пропитался нитку не советую потому что будем тянуть уже люрекс чтобы я варил уже неоднократно чтобы вот не цеплялась не приставал наш люрекс не мешал вязать я обычно вот беру все очень просто первая попавшаяся прищепка которая это все закрепила она мне не мешает можно использовать и прищепки для вязания как кому будет удобно следим за тем чтобы мы не ушли с вами с вами за загиб и в то же время хорошо все это промотали гадится пока клей наш еще находится в таком состоянии что не схватился теперь мы должны с вами всю эту конструкцию перевернуть как мы изначально это все и планировали я слегка увлажнил пальцы и беру теперь вот всю мою красивую конструкцию пытаюсь вот так развернуть так чтобы она у меня уже никуда не делась вот убираем нашу прищепку и идем к завершающей стадии переводим нитку немножечко вперед следим за тем чтобы красный мех у нас рассредоточился ну вы понимаете что она будет у вас топор шиться как и у меня поэтому увлажнили пальцы перевели весь мех нитку переводим вперед и вот теперь все зависит от нашего с вами мастерства насколько мы теперь аккуратненько вот здесь закончим наш стример и здесь мы должны вот на оставшемся месте которое у нас имеется уже вот весь мех мы должны поджимать ниткой и поджимать до тех пор пока мех у нас не будет уже более послушно конусом вот так как вы видите я прямо беру ну вот чтоб вы видели шариком вот чуть ли не упираюсь в мех и каждый виток стараюсь как оборвалась как можно дальше туда протянуть поэтому нитка тонкая я так же как и вы все я не не пользуюсь этим всем ставил потянул потому что легкие у меня дороже лучше потратить две-три минуты и через все это протянуть вот у нас уже все почти становится так как оно должно быть добавляем будем проматывать это все до тех пор пока у нас вот оно все не станет как нам нужно я закрепил опять же вот так чтоб вы видели и начинаем опять продолжать дальше в таком вот состоянии как есть вот пушистик его можно уже оставить но так как мы с вами будем клеить глазки то нам желательно еще подмотать ну честно скажу работа неблагодарная и немножечко такая долгоиграющая чем тоньше нить тем более качественно и симпатично все у вас получится если вот как у меня вот вышла ситуация я уже почти вроде бы закончил да все вы видите он уже меньше топор шица но все равно еще хороший такой ершик все можно это оставить глазки мы с вами сюда приклеим обязательно что нам сейчас нужно мы убираем сейчас возьмем нашу наш узловязку куда его тут убрал закрепим нашу нить следим за тем чтобы мы меха не затянули сюда лишнего все таки затянули вот исправим немножко опять так я обычно но сделал накид и потом убираю и одной вот рукой когда у меня вот уже узел готов можно придерживать мех и спокойненько потом вот так все это подкрутить то есть спокойненько делается без всяких там третьих рук все уже меня вполне это устраивает теперь я сделаю небольшую паузу найду глазки теперь для того чтобы дальше продолжить вот мы уже вроде бы все убрали очень часто остается ну вот как у меня здесь видно определенные бородки ворсинки я обычно беру вот таким макаром я это все удаляю не повредил основной мех но прежде чем мы будем клеить с вами глазки я бы хотел все таки показать вот как исправлять или допустим делать когда два цвета если у вас только один белый делаете брюшко а спинку у меня имеется вот такой двухсторонний спиртовой маркер я беру самую такую жирную часть и начиная вот уже от головы кстати красится просто великолепно и водой вымывается очень 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 долго вот мы с вами обозначили уже темненькую из беленькой нашу спинку нашего стримера все пусть пока подсыхает руки можно конечно выпачкать но не страшно глазки как я уже говорил мы их изготавливаем вот сами из пайеток клей что нам нужно обязательно это я благодарен Игорю Тяпкину когда я лет десять назад увидел когда он делал стример Боньку которого я ну очень люблю из меха и он показал что для того чтобы качественно и долго служили глазки необходимо вот место переворачивайте там где мы будем крепить уже глазки должны набрать хорошую каплю клея вот как у меня очень хорошая я беру и вот в место где я буду глазки свои прямо вот на всю глубину я стараюсь чтобы клей аж протыкиваю мех чтобы клей вот видите я попротыкивал он у меня уже стал более плоским точно так же я беру с другой стороны хороший пучочек каплю такую клея и на пучочек вот где мы будем с вами клеить берем и наносим наш клей все главное не ошибиться чтобы глазки у нас не вышли немножко как бы косыми поэтому здесь набейте руку чтобы уже потом клеить туда куда нужно наносим каплю берем наши глазки так сейчас мы тут найдем пару как вы знаете я изготавливаю белые красные то есть они практически любые и аккуратно чтобы наши руки не попали сюда на клей придавливаем к тому месту где у нас будут глазки нанесем еще немножечко клея так раз и прямо вот аж ноготком не вот как вы видите ноготком я прямо придавливаю ну чтобы пальцы не прилипли поэтому ноготком и придавливаю вот и берем теперь уже второй глазик также его садим на место проверяем симпатичный мордастенький стримерок вот теперь сделаем небольшую паузу обязательно чтобы наши глазки хорошо подклеились и потом причешем и приведем порядочек наш стример такс вот наши подсохли все глазки я теперь беру ну есть такая вот у меня щеточка расчесочка я ее еще немножко прохожу и теперь что я сниму специально с крючка то есть станка потому что так мы не увидим всю готовую нашу приманочку какая она должна быть и выглядеть и сейчас мы ее с вами вот так подкрутим как вы видите бок как я и планировал у меня вот такой коричнево золотистый переходит в белый и черным мы покрасили нашу спинку брюшко у меня золотистое и наша красноголовая красная шапочка как я ее называю отличнейшая приманка для щуки которая работает ну глазки мы ровненько приклеили как вы видите ну вот все у нас здесь ровно и мне нравится в воде достаточно хорошо будет играть при проводке мех песа если вы найдете такой длинный кролика будет еще даже лучше если нет как я говорил уже можно спокойно после того когда мы перевернули мех и вот сложили его вот в такой комочек силуэт можно спереди еще сделать ёршик красным или оранжевым пером вот практически и вся приманочка для спиннингистов которым будет несколько сложно забросить такую приманку ну она щебурашкой забрасывается без проблем с бирулина тоже нет никаких проблем ну а для нахлыста это просто просто песня легкая и достаточно объемная приманка а ну-ка ради интереса сейчас я гляну сколько же вышло сантиметров ну вот почти 14 сантиметров вполне достаточная приманка для конца лета и начала осени ну в принципе это и сейчас она будет работать можно хвостик подкорректировать ну скажу откровенно хвостик будет подкорректирован после пару поклевок нашей щуки вот друзья и все благодарю вас за внимание пишите я рассмотрю все варианты что вас интересует и сообща мы свяжем новую приманку благодарю вас за внимание и и и и и и и